У Зимнего театра сегодня можно было наблюдать женщин абсолютно разного возраста, профессии и национальности. Встречал их оркестр Биг Бен Сучи. Да и на сцене Зимнего прекрасную половину курортного города радовали звуки саксофона. Но кроме музыкальных подарков прозвучало много теплых слов. Роль нашей тропки, милой, красивой, дам очень высока и в том, что такой город у нас получился. Вы помните, сколько нам пришлось перестрадать. Вы, вторые половинки, это основа жизни, счастливой жизни. Вы брали на себя самые нужные, самые важные функции. Вы занимались бытом, воспитанием детей, и они у нас прекрасные, прекрасные сочинские дети. Сегодня имеют уникальные возможности для занятия спортом. Ольга Козырева к спорту имеет самое непосредственное отношение. Благодарит коллектив за то, что выдвинули на конкурс в номинации «Успешная молодость». Конечно, слова благодарности, преданности. Мне очень нравится работать в моем коллективе, в нашей дружной семье с Путиной. Награждали сочинок и в номинациях «Деловая женщина», «Женщина-семья», «Человек на своем месте». А в номинации «Женщина-общественный и политический деятель» отмечена Раиса Кудрина, много лет возглавлявшая общественную организацию «Сибирское землячество». Она же является и заместителем председателя Совета нацсообщин города Сочи. Мне очень приятно, что такой праздник в Сочи есть. И всегда он разный. Мне пришлось быть женщиной в 2005 году, а в 2007 человеком года. Поэтому я занимаюсь общественной деятельностью. Я очень довольна, что наша уважаемая администрация видит, что мы работаем. Главный праздник начался, когда на сцене появился кубанский казачий хор. Для коллектива выступление в Сочи – это старт нового концертного сезона. И открыли его артисты в окружении сочинских женщин. Елена Авсицина, Ярослав Пархаев, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова